welcome 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 elements против meet your makers встречая своего создателя создатель чет не очень в этом сезоне всего одна победа на 8 поражений и вот он вот он крепом на крепа из бэк напомню что команда elements две недели подряд не может никого победить общий статс у них сейчас 46 такой же статс как у команды giants учитывая что команда elements конечно же не собиралась так заканчивать сезон это бывшие альянсы прошлого сезона чемпионы прошлого сезона скажем прямо чемпионате мира они выступили не очень удачно они заменили в итоге викида на кевина кевин отыграл прошлую неделю отвратительно но там вся команда играла плохо поэтому я не думаю что в этом проблема была что же касалось нефа то сегодня было большое текстик написан от крепа который сказал что нефа никто не выгонял не все еще состоит в команде крепа это как просто новая струя жизни для команды снова ну просто заново посмотреть на игру другими глазами так сказать и крепа не собирается занимать место нефа крепа хочет просто помочь фрогену и команде выйти из того кризиса в который они попали и работать они будут только вместе для выхода из него вот как-то такого так вот по добродушному свет написал сказал что и вики тоже кстати не выгонен из команды не выгонан из из команды но мне кажется с викидом уже все понятно там ему больше делать в лоле нечего на именно уровне такой команды ему можно поехать другую более слабую команду если он не хочет карьеру заканчивать но думаю как раз он один из тех игроков которые может как бы решить что хватит так у нас swap произошел мимы на топе остались грейвсом и леоной и крепа с реклосом решили пушить эту линию а не дына этим опцов нет решили сделать потому что увидели на варде что физ с джарваном а пока фармятся кевин уже пришел на линию свои может раскидываться своими гиблингами по уме гиблинги зовут этих существ и как бы он все но так или иначе получает опыт плюс леона не может особо его убить там вот все что неизбет сделал он не смог сделать а крепа может теперь отправиться на 1 room она медиа у нас вы уж извините за такие длинные предложения с запятыми и союзными словами а она так есть а крепа этот афроген у нас на арии против морганы этот матчап абсолютно не в пользу арии она никак не может запушить моргану и ничего она есть делать не может поэтому кельцы придется делать фрогену только уже в тимфайтах и то я не знаю как там нормально профокусить единственное на что стоит обратить внимание у мимов это физ физ топпер который будет играть воды офиса и он насколько я знаю уничтожает мукаев ну хотя потому что он может доджить половину спеллов который кидает маукай ну реклес отпушился и может теперь просто адово фризить эту линию потому что на него пушится там порядка десяти мапсов против трех и если он захочет он эту линию может здесь удержать до конца игры ну вот по-хорошему он реально может удержать ее здесь до конца игры она никогда не пересноуболится если реклес будет вовремя убивать мапсов и не сноуболить преимущество мапсов мимов мимам придется самим сюда прийти и отпушивать ее ну вот они сюда и идут заранее потому что они понимают что с таким паком реклес будет развлекаться всю игру то же самое кстати здесь произошло но здесь линия сама начала отпушиваться кевин помогал и теперь крепа решил подойти помочь окончательно и вот у нас голосование восемьдесят девять процентов против одиннадцати ну она наверное и правильно двух убили кстати пик блица он не просто так этот пик уже демонстрировала команда clg на американском лкс и там сыграла афраму плюс дабл лифт через этот пик и делается это все чтобы использовать хук и ульту к листы в одном флаконе я блиц может хукнуть вот давайте просто паузу нажму блиц может находиться на вот этом расстоянии от к листы когда она может в него ультануть примерно такое расстояние и блиц отсюда может хукнуть дальше экрана я вот не вижу честом никого когда он хук нет кого-то к листа ультанет его блиц может себя кинуть сюда и соответственно оттуда притащить игрока сюда этот пик бутлен овский американский лкс прозвали очень мило и добро баллиста используя слово blitzcrank буква б первую букву заглавную у нико чемпиона и к листа заменили на ну вот этот а листа оставили баллиста получилось прикольно получилось посмотрим как они будут использовать элементы а ну помимо того что это баллиста это еще ауе вкидывание подкидывание вот такое интересное использую слова слова вкидывание подкидывания и после чего ауе сайланс от blitzcrank а по всей команде большие проблемы у блица чаще всего с тем что он не может свою ульту нормально использовать вы знаете ульта blitzcrank а это ауе сайланс причем довольно много у нее урона там порядка 400 по моему на последнем левеле хоть и сайланс всего и на 0 5 секунд ну так или иначе цена неплохо можно на 0 5 секунд оттянуть битву хук от крепа не получился посмотрим как это будет использоваться все плюс не забываем что крепа обожает просто blitzcrank а это его main когда-то как фроги на main они по-моему на первого драка собирается идти элемент со встречает хора крепа притягивает хора к себе шук прыгает подкидывает его blitz и убивают хора команда элемент ну вот чувствуется такое знаете доминирование царское такое доминирование по карте ходят элементы и вылавливают хора и грустно быть хора в этой игре потому что он понимает что пару ошибок и и все и начнется жесткий сноубол с которым уже ничего не сделать игра будет похожа на односторонку но игра уже начинает похоже быть на одну сторонку потому что во первых мимы не угадали со свапом либо они хотели избежать файта скалисты но не знаю боятся стоять с blitzcrank за моргану против еще и к листы за грейвса мне кажется не просто не угадали где окажутся reckless и крепа крепа кстати оказался везде он просто пора умил кори 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 не очень прямо скажу ребят на самый слабый мидер из присутствующих на лкс он даже не стабильный то есть если ник слабо стабилен но был и его заменили сейчас гамбиты называя это вы сейчас не видите я пальцами показываю кавычки называя это болезнью приболел у нас ник поэтому мы его заменили вдруг неожиданно как этого петси блин тесте пасти тесте пасти прям вылетел из головы ник этого парня сыграл великолепно ну действительно великолепно для новичка лкс это очень хороший результат он показал более того он получил лучшего игрока недели ну кто не в курсе лучшего игрока недели получил мидер команды гамбит на прошлой неделе я думаю это хорошее начало и тут же знаете ник продолжил болеть команды гамбит и замена я думаю может выйти на постоянку уже но с другой стороны гамбиты правильно использовали нам пиар менеджеры их правильно использовали слово приболел чтобы не поднимать конфликт на тему того что ник плохо играется и так знают что он плохо играет а если это еще они и сами признают это совсем будет плохо он как он шук не попал кушкой ну ладно я вернусь к мысли по поводу того что если бы вот тот игрок и блин как же у него ник был бетси дети вы уже наверно подсказали мне сейчас читаю бетси в бетси бетси если бы бетси отыграл плохо то можно было бы сказать ник выздоровел все и вот он теперь играет а если вы сразу скажете что мы заменили ника потому что у нас к чувствуем мы что он слабо играет вдруг бетси тоже отыграл слабо и мы возвращаем ника назад это был бы неправильный поступок вот она баллиста ребят вот это было неплохо правда шук ни черта сделать не смог он попал в моралис туман выглядело круто но в итоге получилась полная чушь и крепа часа обсуждает что они сделали не так а я скажу что они сделали не так они притянули лиону лиона притягивать было конечно не самый лучший вариант и в итоге лиона просто сделала стану ульта и все то есть они сделали то что ли она так и так хочет делать она сама хочет вас ешь нас вот если бы они так грейса притянули это был бы конец линия для команды мемов к сожалению лисин прыгнул получил стан от лионы ульты и после этого еще туман сверху от моралиса и так ничего шук сделать и не смог но баллисту нам первый раз уже продемонстрировали правда здесь крепа сыграл не лучшим образом скажем прямо он не сразу ультанул собой и поэтому получилось что лиона притянулась к листи сама блиц потом только уже ультанулся в моралиса если он почти сразу ультанул то можно было бы леону притащить еще дальше попыточка была сделать баллисту не самая успешная но это только начало ребят я думаю мы много с вами баллист увидим за эту игру учитывая что риот и мне кажется и придумывали этого героя чтобы его использовать только саппортом должны были все вот ульта у нее снова и откатилась чтобы там с волейбиром ее играли с хикаримами на бутлейне кенонов кидали туда я думаю для всего этого немалую роль сыграл кстати эдвард который неординарных саппортов играл и было видно как тяжело гамбитом было играть с этими неординарными саппортами но они все но пытались как-то выкрутиться потому что он играл за ну помните кенон саппорт амуму саппорт мука и саппорт наутилуса я видел только на стриме от него ну вот всех этих чемпионов которые жестко проигрывают вообще-то лэйн фазу но дальше они хорошие и в лесу и никому они не нужны и вот триут и хотели сделать так что берите этих саппортов скалистый и будет вам и на линии хорошо потому что колеса сама по себе получая баф когда и рядом с ней есть игрок может хоть как-то отставить а потом в лейте она может совсем обузить все что у нее есть счет у нас 10 дракона никто так и не забирал 13 минуты игры ни одного дракона что очень странно для нынешней меты это ой какой классный хук от крепа по низ бету на правда здесь оказался хора рядом и сразу же жмёт телепорт сюда яу-яу и это по ходу будет минус нет не попадает физ ни в кого своей ультой и прилетает кейн который цепляется за низ бета и 2 кило команда элемент сделает из ситуации где они остались два против троих в начале но развернули сражение в 4 в 4 и убили двоих не потеряв никого и фроген решает что никто ему помешать не может заулынить в коре делает улын в него и как вы видите zero damage по коре идет от фрогена правда шук окей этого не было забыли просто шук решил потратить флэш он от радости от того что происходит он что просто потрясаю смотрим еще раз смотрите шук рядом крепа классно делать стяжку он считает что они вдвоем будут убивать не с бета но тут откуда ни возьмись появляется хор хора который флэши и сразу же жмется до телепорт физ и грейс еще подходит их к листа очень далеко мука и не нажал телепорт и казалось бы это реально полный провал для команды элемент но все будет разрулено очень классно ульта от флэшивается ульта джарвана но он сам себя зазонивает потому что уйти он отсюда не может и не дает подойти вот этим двум игрокам которые могли его фаловить в этот же момент у реклс уже здесь на расстоянии возможности кинуть свою ульту и самое главное пассивку уже набросил он ульта физ а не попадает это тоже очень важно если бы она сюда попала это был бы точно минус кто-то моралис прилетает но ничего сейчас сделать не сможет потому что рядом уже мука и вот и как бы все не попадает убили джарвана не с бет такой а чё за фигня пацаны почему нас так мало вдруг а нас так мало потому что физ прилетел кинул ульту и убежал вот такой вот парадокс ну и физ сейчас обижены на свою команду пошел заулынить в кевина но так как кевина собирает не тот билд который делал в предыдущей игре за мука я кто же там стоял не помню он играет через руа добавляет магического урона он знает что будет оби салу ария в прошлой игре тоже было оби салу арии и я был удивлен что не собирал мука и тоже руа здесь вот руа кевин выбрала и следующий айтем у него тоже кстати будет frozen hard как и в прошлой игре там тоже мука играл через frozen hard но я думаю что будет frozen hard увидим конечно 30 пока что плюс две тысячи с копеечкой довольно неплохо и ульта калисты снова готова ребят так что можно еще раз улететь если вы забыли как культует калиста сейчас мы с вами я думаю скоро увидим крипа выцеливает хуки но даже не с бэ теперь прячется за мопсами вот можно хукануть хукает и не попадает ну наконец-то не с бета появляется возможность почистить какие-то варды становится он в те кусты не знаю почему просто стал те кусты а нам возвращают наверх где происходит рыбное сражение с деревом ну пока рыба проигрывает скажем прямо причем очень сильно проигрывает хотя я считаю что рыба должна контрить мука и вот сейчас она все сделала правильно на дома жила мука и мука и придется теперь как-то там полечиться не идет игра у хора пришел на топ наверное это единственная возможность выиграть игру сейчас у них улынет кевина до конца эти конечно же да забирают а это хороший ход очень хороший ход и я рад что его не прочитал шук потому что если бы он прочитал то был бы конец игры уже для команды мемов но так как он его не прочитал он ничего не сделала в ответ и просто физ получил там ассист ну ладно не килл а ассист хора хотя бы килл получил уже какие-то денежки для команды мемов пришли плюс они сняли флеш с мука и и могут повторить это еще раз джарван то не тратил ульту помним об этом и вот сейчас шуку придется быть рядом хора и неплохой план ставила флаг чтобы отступить назад если что комментаторы троллят говорят что джанглеры в обеих командах сегодня играют очень ну вот в этой игре очень интересно они джукует друг друга в тот момент когда никто вообще ничего не собирается и против них делать этот непонятный флеш от шука а этот непонятный дайв от хора ну там на самом деле действительно он очень непонятно там команде очень тяжело было зафаловать это все дело какой-то тильт мув был уже от него почему не идет джарван час на топ снова и вот этот момент не въехал немножко он провардил реку и почему-то не пошел на топ ну ладно мука и отступил но это не означает что они не могли даже попытаться убить его мука и вообще конечно ушел и бот лэйн башню к листа победила хотя реклос знаете реклосу не на пользу пошел уход из команды фанатик потому что я смотрю он раз за разом пропускает количество мопцов то есть он по-другому скажу он раз за разом проигрывает по количеству мопцов на там какую-то минуту в 20 минуте у него будет меньше фарма чем у моралеса мы это уже с вами видим и так он раз за разом проигрывает и для до керри это не конечно не супер основной показатель там позиционирование тимфайт механика все это важно но этот показатель тоже очень важно а он именно по нему проигрывает просто всем а до керри напомню что морали самый слабый а до керри получается по статистике крепов наглую просто моралеса тянет здесь рядом нисбет крепа тратит экзост креп ультуют то будет ли крепа себя кидать кидает низ бета отступает реклос продолжает расстрелить ульта ли он и не попадает в реклоса и была неплохая механика час уже от реклоса но крепа на действие мне совершенно не понравилось и он втянул моралеса втянул но зачем он тратил там экзост почему он так много урона решил получать по тоннам овцов и грейсом все это было для меня не ясно зато сейчас втянул не с бета очень классно и не успел нажать и крепа ульту но реклосу хватит дэмэджа чтобы убить плюс здесь еще куча вордов реклос решил еще и их выбить и дракон апнутой забирают элементы его но это уже проблема то что джарвана нет джарван чем-то занимается чем пока непонятно а джарван собирается делать дайв на топ и вот сейчас судя по хп я не уверен что он у них получится и он у них не получится потому что мухает за секунду просто отпушил то плейны ничего не сделать шук фрогену отдает синий баф который должен был принадлежать моргане и я думаю потихонечку если мемы ничего не придумают какого-то супер файта то эта игра дойдет до логического конца минут за 10 хотя это будет только третий дракон элементы довольно медленная команда на 10 минут им не хватит хотя скажу прямо крепа любит форсировать события он из альянса любил их форсировать то есть если снова более крепа как шаут колер очень хороший в этом смысле а учитывая что они нефа заменили и неф был шаут колом команды элемент что теперь будет крепа наверно в этой игре крепа действительно может что-нибудь на придумывать не осмотрел просто трима крепа он там знаете ошибается один раз и и там не знаю из 50 почти все его идея они работают на ура с красным бафом бегает джарван о сайланс подкидывание хорош хорош очень красиво сыграл крепа сейчас ускорился под ромящими ботинками бежит за физом догоняет его до рейнджа сайланса делает сайланс на эти 0 5 секунд которые очень важны я вам говорил ребят кидает туда же хук и не может дживауа никак это задоджить попадает в притяжку тут же его подкидывает крепа и уже не убежать от реклоса а реклос как вы видите уже дошел до двух айтомов я говорил что обычно количества на 25 минуте добирается до дэмэджа реклос уже добрался у него рунан у него ботарк у него ботинки и сейчас они будут просто ездить по карте шук реклоса крепа крепа будет выбирать цели вести за собой команду и будут забирать объект за объектом фроген он просто статичный мидер который не проиграл мид в данной игре попытался убить мидера но это было невозможно потому что это моргана и все кивен уже побеждает один на один втягивает не с бета минус не с бет солол флэр ничего не делает хотя ульта по четырем от не с бета зашла неплохо но лучше бы он как-то попытался задоджить хук хотя это не получилось еще одна башня может я и зря сказал что 10 минут не хватит команде элемент мы видим крепа нам показывает он пальцем что-то говорит он знает что надо делать как надо делать и с кем и будет это делать пик байк рэпа 006 крепа один килл сделали без не стоп без него ни одного кила не сделал один килл сделали без реклоса потому что у реклоса 401 только статистика это как раз килл который делали на этом на лионе снизу дайв который был ничего мемы не могут противопоставить они ниже тупо уровням по игре это мы с вами видим и идеи у них даже в пике я не нашел они видели что к листу фирс пикнули команды элемент там был реальный фирс пик к лист и ими мы не попытались пикнуть ничего что могло бы убить к листу ну кроме грейвса с леоной но лучше было бы грейвс анечка сделать но даже грейвс леоны все но почему-то пошли на другую линию он идет от физа по кевина кивина ультует остается пока в живых но вряд ли отстанется живых от флешивается и придется телепорт тратить или останется под башни под башни его могут и задавить крепа промахнулся вардом я знаю это место здесь очень часто промахиваетесь вы этим бортом но с другой стороны этот вард оставил хоть какой-то vision еще сбоку и крепа будет пытаться сейчас на нахукать хотя кори хочет пойти волны и не получается у него это сделать а маука и остался в живых он не боится физа который без ульты он не так для него страшен крепа ставят вард идет здесь пинг видишь и команда заходит на него ловит шука крепа хукает хора будет часа и нас по пяти игровой по четырем игрокам реклос поторопился очень рано ультанул реклос незачем было сейчас они без ульты реклоса остались и могут начинать мемы бои но мимов нет ульты физа и они короче на получали очень много урона от ари пока бегали туда-обратно не знаю под моргану по мне надо другие пики делать совершенно под моргану нужен пик окей топпер ассасин годится в данном случае я с этим соглашусь там ривенка не дали трендомир ну такие герои которые либо сплит пуш либо ассасин самые независимые топперы джакс и реле они годятся с этим я соглашусь но потом я про пики мимов проговорил здесь он пошел реклоса пытается убить раклоса цепляют и достают таки его не получается у него остаться в живых но остались четыре в три команды элемента главное что фроген все еще жив и он то с ними со всеми и справится я думаю да убивают и один только джи вауа убегает но на то он был и пикнут чтобы оставаться в живых и по возможности убивать кого-то но в данном случае у него не было возможности больше никого убить третий дракон команды элемент а я вернусь к мысли о пиках нужен был им еще наверное джанглер жесткий какой-то а пешник с уроном может что-то по типу си джуани может быть что-то по типу амуму вот здесь представьте амуму были си джуани ультанула ну вот жарван сделал флэш ульт окей убил круто но за это время кори так надамажился что он больше не может ни одного спела кидать шука все красава очень хорошо здесь отыграл что же касается ады керит она и на хорошая дыкере но и я уже говорил наверно лучше было анечку взять а не леону не джанглер совершенно не нравится команда мемов он как-то вообще не сочетается с их компилейшеном с их подборка чемпионов ну а итог у нас пока плюс шесть половина тысяч за элементами 10 2 и не полная participation крепа стал неполный и это грустно потому что крепа даже в ластфайте много чего сделал но перейти 2 кило без него уже крепа ходил выбивать вард но его пассивка с ульты ударила молнией по нашору нашего сагрился и начал сбивать крепа крепа расстроился сказал иди ка ты сам выбивай вард лесин я туда больше не пойду креп по тюて apoyo тюдю 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 тюрю тюдю тю港ю их другой герой говорит крепо на блицкранке должен бред там этот звук Android машина должен быть Ой, минус Джарван сейчас будет Такими темпами Не, Джарван не фишчекнул эти кусты Вард поставили, выбили Джарвановский пинг Еще куча вардов Огромный просто Вижен Вор устроила команда Элементс Они полностью контролируют всю игру Моукай с телепортом сплитпушит ботлейн У него скоро будет Фроузен Хард После Фроузен Хард он соберет себе Банш и Вейл Вообще он будет бессмертным Элементс Другая их часть, 4 игрока Они вполне могут выловить любого Ускоряется Крепа Выцеливать будет Хук Нет Просто башню решает чуть-чуть побить Не делают конечно Баллисту Мы с вами Баллисту только один раз увидели за эту игру Крепа выцеливает Шук вместе с ним У Крепа есть Хук Но он его так и не кидает У него фулл мана вы видите Не попал И снова надо вард сюда ставить Но он даже не попав Говорит можно ломать башню Очень быстро пошел бить башню Это кстати классно был Плейс у ульта от Леоны не попадает Но он цепляет Шука Цепляет еще Фрогена Фрогенам приходится ульту тратить Чтобы убегать отсюда Зато Реклас много урон наносит Реклас ультует И надо разворачиваться Разворот гейминг устраивает Крепа Но почему-то Хук не кидает Не знаю почему Хук братиш Хук Ну по-моему тут и без Хука Возможно он в тимфайте Кинул вплотную в кого-то И поэтому Хук у него все еще в КД И учитывая что команда Мемы Сделали весь ультин во Фрогена Но все подохли от Рекласа Я могу точно сказать Что Мемам уже не выиграть Эту каточку Смотрите он притянулся И сделал стампо Фрогену А Крепа Я слежу за Крепа Ничего не делает Ничего не делает Вот он Хук потратил в Кори Подкинул Да все Вот этот момент я пропустил Подкинули Кори Реклас Подмеханил Подмеханил И если бы Хорокс Не влетел в Крепа Мне кажется Реклас вообще в никого не убил Хоть он тут и подмеханил По страшному 10 минут прошло Не хватило элементам Этого времени Как видите Что это за баг У нас баг В реплеере Нам показывают Что есть Вижен у команды Мемов Но на самом деле Краб бегает уже По карте Так что Вижена никакого Нет у команды Мемов Там Хора под моргановским щитком Прорывается Не вардит Просто Светит И убегает Крепа его видит И говорит что он стоял здесь А я его даже и не заметил Слоната мы и не приметили 55 секунд до Дрейка Я не думаю что элементы Кроме какой-то попытки убить Одного игрока Что-то сейчас еще организуют И Крепа ведет за собой Дальше команду Я не уверен Я думаю что если я Далее Далее Я не думаю что Я не думаю что Нет 30 секунд До Дрейка Так Время течет Очень долго Для мемов Эта игра идет еще дольше Чем дольше идет игра У них Только растет Не по дням А по часам Физ О Минус хора Да Нет Нет Он все же смог Через комбу Уйти Джарван Плюс еще Моргановский щиток Его спас От Сайланса Насколько я понял Крепа Вовремя кинула Моргана его И Спасла За драконов Вообще никак Мимо не посражаться Они не могут С базы выйти Но Если вы обратите Внимание Они ни одну башню Еще не сломали В этой игре Это 6-0 По башням 4-0 По драконам 12-2 По киллам Причем Два килла Они сделали На Маукай Дайв Хороший Дайв Там был На самом деле Мне понравилось И я удивлен Что Джарван Не продолжил В том же духе Возвращаться На ту ленью И делать киллы Потому что Фидить надо было Только физа И только физа И второй килл Сделали на Рекласе В тимфайте У дракона Мы это Сами видели Бухает Реклас Ну Как тут Не забухать После всего Что произошло Все у него Хорошо Проигрывает Минус 50 Фарма Ничего страшного Зато Фроген Найдет Плюс 50 Фарма То На то И получается Ушел Реклас Наверх Хочет он Ласт Виспер Наверное Следующим Айтемом Собрать Вы видите У него Почти Фулл Билд Уже Осталось Только Ласт Виспер Но Тут С демеджем У него Нет проблем Хора Так и так Пробивается Потому что У Хора Не очень много ХП Всего лишь Каких-то 2000 Это даже Без критов Можно пробить И армора У него тоже Не так уж и много Вообще Грустная игра Для Хора Если мы сравним С Лисином Лисин идет На чистый Локет Впереди Это Это грустно Да там вообще Все игроки Идут впереди Очень сильно Хук Не попал Крепа Ну че Низбет Сделал лол ин Наверное Попытка неплохая Будет Сейчас лол ин Но дойдет ли Яков До Реклоса Ой Яков Вот этот Вот физ Дошел Но умер Дошел Но уже Мертвым Ребят Ну бывает Фроген Говорит Че он еще Жив Удивляется Фроген Что жив Еще Грейс И В итоге Пришлось ему Отпрыгивать назад Но Кевин Не испугался И добил его Элементцы Побеждают В этой игре Нам осталось Досмотреть Какие-то Пару секунд Я не думаю Что они сейчас Развернутся Пожалуйста Не разворачивайтесь Пожалуйста О боже Нет Они Развернулись Ребят А Слава богу Хонер 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 Команду Мимов Хонер Мимов Мимов Мимов